Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. Компания Оржаница, Витебская область, запрещено продавать клюкву в сахарной пудре из-за цветовой гаммы продукта. Теперь производитель вынужден перейти только на производство клюквы без сахара или сахар без клюквы. Наверное, Лукашенко подключился к употреблению массандры. Ну, по-другому эту новость никак прокомментировать нельзя, так как такой маразм выходит за рамки адекватного. В принципе, все новости последних полгода выходят за рамки адекватного. Но каждый раз все какие-то более маразматичные и смешные новости. Порой, когда я узнаю о той или иной новости, порой, когда вы мне присылаете новости в наш телеграм-бот, мне приходится их несколько раз перепроверять, так как я не могу поверить в то, что это может быть. Но при чем здесь клюква с сахаром к политической обстановке в стране? На самом деле это примерно то же самое, что и белокрасно-белая пастила. У диктатора весеннее обострение мозаичной психопатии или психопатии. Как правильно пишется, можете написать. Власти Беларуси потратили за последние два месяца на 1,3 миллиарда рублей больше, чем заработали. Ну, как заработали? Заработал белорусский народ, но они потратили еще больше. Как я и говорил ранее, Лукашенко не умеет руководить страной и экономикой. Чтобы вы знали, чиновничий аппарат в Беларуси поглощает половину государственного бюджета страны. И я специально для этого подготовил небольшой материал для ознакомления. Что такое бюджет, как он работает и куда и сколько тратится. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Беларуси. 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 здоровому человеку слушать этого больного психопата но это реальное издевательство над человеком в жидковичах врача забрали прямо с приема в детской поликлинике за то что рядом с этой поликлиникой на дереве висели бело-красно-белые ленты но и как суд предположил что это именно она развесила эти ленты на эти деревья самое интересное что каратели не остановили даже дети которые ожидали приема с температурой незаконную власть не останавливает ничто не врачи не дети не пенсионеры они готовы идти на любые зверства лишь бы погасить протест белорусского общества таким образом они пытаются нас с вами запугать сказать о том что мы будем продолжать репрессии невзирая ни на что но это не так у них заканчиваются деньги экономика разрушилась уже сейчас ее не существует лукашенко запуган и загнан в угол каратели и чиновники мечутся из угла в угол пытаясь принять скоропостижные решения и ищет пути отхода они пробивают как уехать в россию в случае чего они осознают что им придется отвечать но они уже замазаны в этих всех зверствах их небольшая горст их совсем небольшая горст чиновников и каратель которые создают какую-то массовость который нет на самом деле все что сейчас происходит это одна большая ширма 16 числа когда в беларуси собрался массовый митинг в 500 тысяч человек лукашенко смог собрать пару тысяч человек которые готовы были его поддержать принудительно ситуация не меняется ситуация остается той же нас большинство мы здесь власть а лукашенко и и узурпатор человек который захватил эту власть и издевается над белорусским народом леониду судаленко продлили срок содержания под стражей а я хочу напомнить леонид судаленко это тот правозащитник который помогал людям с оплатой штрафов и юридическими вопросами именно за это его и арестовали прям так и сформулировали оплата штрафов белорусам это незаконно именно поэтому мы вас посадим в тюрьму юристам запрещают защищать правозащитникам помогать белорусам вот такое общество хочет построить нелегитимная власть белорус белорусу белорус стучи на работодателя стучи на соседа если он вдруг не работает вот что нужно этой власти именно поэтому я батьки те которые я батьки поддерживают лукашенко так как это люди которые не имеют никаких ценностей это те люди которые не имеют принципов они поддерживают старого диктатора но не осознают почему они говорят о внешних угрозах но они не говорят о том что лукашенко говоря о этих самых внешних угрозах практически каждый месяц попрошайничает у тех деньги об этом они не говорят они не говорят о том что наш государственный долг вырос втрое они не говорят о том что расходы превышают доходы они не говорят о том что наша социальная инфраструктура уничтожена об этом они не говорят они говорят о том что нам кто-то угрожает создание внешнего врага это первый пункт в программе любого диктатора. Создавая внешнего врага, проще сбрасывать свои ошибки на него и рассказывать, что это мол он во всем виноват. Экономика разрушилась, они виноваты. Дороги плохи, да это Байден их оттоптал. Именно так и происходит со всеми диктаторскими странами. И находятся люди, которые в это верят и пытаются поддерживать этот самый режим. Причем они поддерживают от чистого сердца и от чистой души, что в принципе меня еще больше расстраивает. А все достаточно просто. Достаточно просто открыть глаза и посмотреть вокруг, что происходит. Не нужно придумывать велосипед, нужно просто посмотреть вокруг. Забастовка. Я рассказывал вчера, что на молокозаводе заставляет людей подписывать документы о материальной ответственности. Работники возмутились и стали массово увольняться с этого самого завода. Ушло более ста человек. И что бы вы думали произошло? А произошло то, что в принципе и должно происходить. Директора уволили, а работников просят вернуться обратно на свои рабочие места. Вот так работает забастовка. Если мы вместе объединимся и скажем нет этой нелегитимной власти, больше двух недель она не протянет. Потому что мы, мы с вами их кормим. Без нас они ничто. Они пустое место. Они являются нашим обслуживающим персоналом. Они ничего не делают, ничего не производят и ничего не вырабатывают. Все это делаем мы, белорусы. В Польше снова перехватили контрабанду белорусских сигарет на 2 миллиона долларов. Это уже третья крупная контрабанда белорусских сигарет за последний месяц. Ранее в конце февраля была обнаружена контрабанда на 7,4 миллиона долларов. А в марте она составляла 2,5 миллиона долларов. Вы же понимаете, что ни один белорус не в состоянии перевозить такое количество контрабанды. Это делает непосредственно незаконный нелегитимный старый диктатор. Так как он контролирует эту отрасль, он зарабатывает на ней деньги. И чтобы кормить своих карателей, ему необходим доход, которого нет. А так как он не умеет руководить экономикой, он принял решение по старинке, как в 90-х. Вкидывать контрабанду в соседние государства, чтобы хоть немного заработать денег и продлить свое жалкое существование у трона. Но и в этот раз неудача. Александра Схойников оштрафовали за БЧБ забор и за БЧБ окно. Меня особо раздражают такие новости, так как это его личная собственность. И красить забор и дом он имеет право в те цвета, которые считает нужным. Но это незаконную власть не останавливает. И они ему снова прицепили несанкционированное мероприятие. Каким образом и с кем его нужно санкционировать, они не объясняют. Но даже если бы и объясняли, почему я или кто-то еще должен с вами что-либо обсуждать и что-то спрашивать. Вы кем себя возомнили? Кто вы такие? Я сейчас обращаюсь к вам, чиновники. Кто вы такие? Сегодня вы сидите о власти и тешите себя мыслями о том, что это будет продолжаться бесконечно. Я вас заверяю, что в ближайшее время ваши места займут светлые, умные лица. А вы, тунеядцы, действительно тунеядцы, будете сидеть в тюрьмах. По итогу Александру дали 20 базовых величин за то, что он покрасил в определенные цвета свое имущество. Своё имущество. В Бобруйском ЭВС пять человек объявили голодовку за несогласие с теми условиями, в которых содержатся политические заключенные. Белорусские нелегитимные власти создают максимально сложные условия для всех белорусов. В Беларуси пропадал вчера интернет. Очевидно, нелегитимные власти снова тестируют какие-то свои установки. Я бы мог засомневаться, что это было просто отключение интернета, но через VPN все работало стабильно. Лукашенковская недовласть не уймется. Она ищет способы закрыть интернет-ресурсы. Она пытается закрыть нам с вами рот. Именно для этого я и оставляю в описании ссылку на наш телеграм-канал. Именно поэтому я говорю в каждом ролике подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш ютуб-канал. Оставайтесь в курсе событий. Нам рот не закрыть, нас не остановить. Лукашенко очень сильно испугался четвертого пакета санкций. По Говно-ТВ он начал вещать о том, что мы можем себя прокормить, что у нас все хорошо. А это говорит о том, что мы не можем себя прокормить и у нас все плохо. Перед каждым кризисом Лукашенко пытался вторить белорусам, что у нас есть золотовалютный резерв, что у нас не будет девальвации, деноминации. Но это не так. У нас все очень плохо. А у него еще хуже. Франок Вечерко сказал, что такой активности не наблюдалось даже после последнего третьего пакета санкций. А все потому, что четвертый пакет санкций задел не просто приближенных прикорытников Лукашенко, а целые структуры, которые кормятся с руки узурпатора. И это очень хорошая новость, которую нужно максимально распространить по всему белорусскому интернету. Пускай как можно больше белорусов узнают, что Лукашенко боится. И возможно уже заправляет самолет. Белорусская прокуратура собирает данные тех, кто изучает польский язык. Но мы же все адекватные люди и прекрасно понимаем, с чем это может быть связано. Как вам такая новость, друзья? Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Мое мнение, что Лукашенко со своими прикорытниками сошли с ума. Они пытаются найти всех несогласных. Пускай просто выходят на улицу, садят все 9 миллионов в тюрьмы, и тогда они будут знать точно, что все несогласные в тюрьме. Если как-то они будут действовать по-другому, то выхода у них нет. Человек 200 ябатек, полторы тысячи ОМОНовцев и 300 прикорытников никак не могут составлять большинство белорусского народа. Не могут и не будут. В Барановичах каратели провели небольшую экскурсию. Дали детям подержать щиты, одевать шлемы и посидеть за решеткой. В белорусских школах вместо экономики детей водят в тюрьмы, показывают дубинки, щиты, милитаризируют детское население страны. Это показывает, что хочет видеть лукашенковская власть в Беларуси. Зачем трогать детей и втягивать в политические дрязги, мне лично непонятно. У Лукашенко и его прикорытников нет ничего святого. Они пытаются отмазаться от всей той грязи, которую сотворили в Беларуси, и показаться добрыми и пушистыми. Они пытаются влезть в каждую дырку, рассказывая о том, какие они позитивные и хорошие. Но мы же все помним. Белорусские недовласти надеялись, что через месяц-другой белорусы забудут об этих зверствах, и все будет хорошо. Но белорусы не забывают. Белорусское сельское хозяйство погрузилось в говно в прямом смысле слова. Вот так пасется корова в белорусском колхозе. Чтобы вы понимали, ее даже не собирался никто вытягивать. Только когда она начала конкретно тонуть, работники этого предприятия приняли решение ее оттуда вытягивать. Вот так на самом деле у нас во всем. Привет, Артем! Являюсь твоим подписчиком. Озвучь, пожалуйста, в ближайшем ролике, что в некоторых предприятиях города Речица Гомельской области заставляют рабочих увольняться по собственному желанию или в противном случае по статье за отказ выйти в субботу 03-04-го на внеочередной субботник. Озвучь, пожалуйста, анонимно. Желаю твоему каналу больших успехов. Живи, Беларусь! Живи вечно! Субботники, воскресники, понедельники и вторники. Эти лукашенковские недовласти уже задрали белорусский народ. Мало того, что люди должны выйти бесплатно на улицы города и убирать улицы вместо того, чтобы работать на своих предприятиях, так они еще за это и должны денег заплатить. Следственный комитет ходит в лес сажать деревья вместо того, чтобы заниматься непосредственными обязанностями. МЧС снимает флаги. А когда горит поле, они тушат пожар своими куртками. Когда флаг нужно снять, 10 машин приезжают. А когда пожар реальный затушить, машин нет. Вы поймите, белорусский народ вам ничего не должен. Белорусский народ свободный народ, который кормит вас. По всем законам физики вы должны нам. Мы вам ничего не должны. Друзья, если вам есть что рассказать, пишите мне. Все сообщения сугубо анонимные. Я за это ручаюсь. Обязательно озвучу информацию, которую должны знать белорусы. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там вы, в принципе, можете нам и написать. Сейчас медицинские документы белорусов будут во всех структурах нелегитимной власти. Так МВД заявило о том, что будет иметь доступ к медицинским документам о пройденной медкомиссии на водительское удостоверение. В Добруше женщина расклеивала БЧБ сердца. Когда ее поймали, ей попытались пришить одиночный пикет. Ну и, соответственно, сейчас ее будут судить и будут, возможно, давать штраф или посадят на сутки. За то, что человек расклеивает сердечки по городу, сердечки, что может быть добрее. За это в Беларуси наказывают. А когда ябатьки ездят по городу и не пропускают скорую помощь, их за это поощряют. Жители Оречицы за флаг БЧБ на балконе, который висел там 4 месяца, оштрафовали на 1400 рублей. За историческо-культурную ценность в Беларуси судят, штрафуют и садят людей. Как я говорил в прошлом ролике, их не волнует сам БЧБ-флаг. Их волнует протестное настроение народа Беларуси. Они боятся протестов и несогласия. Им не важно, что вы повесите, БЧБ-флаг или просто флаг, ну или сердечко на своем балконе. В любом случае, это высказывание своего личного мнения и своей позиции. Что, в принципе, очень пугает незаконную, нелегитимную власть Беларуси. И именно поэтому они максимально стараются надавать штрафов и посадить на сутки. Я считаю, что не стоит оплачивать штрафы нелегитимной власти. Все эти решения судов незаконны, так как власть не является законной в стране. Именно поэтому все те, кто были репрессированы по политическим мотивам, не являются людьми, на которых распространялся административный или уголовный кодекс. Эти люди честные, патриоты своей страны. Это герои Беларуси. Друзья, поддерживайте политических заключенных и родных политических заключенных. Я прошу вас, друзья, пожалуйста, не относитесь к этим словам, как к пустым словам. Пишите письма и поддерживайте друг друга. Распространяйте информацию, подписывайтесь на канал и пишите несколько комментариев для продвижения видео в топ. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Реальные Новости. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ